здравствуйте меня зовут федор алексеевич лобанов я богослов миссионер и катехизатор словом катехизатор называется наставник в истинно христианской веры и мы продолжаем наше общение и сегодня мы поговорим о временах близких к приходу царя мессии иисуса из назаре иисуса из на заре то мы поговорим о том как люди того времени той культуры и той веры понимали жизнь после смерти была ли у них вера в бессмертие души если была то когда она возникла и во что она со временем трансформировалась и так что же думали люди верующие в единого бога накануне наступление эпохи нового завета накануне это значит второй век до нашей эры 3 4 вот это время об этом времени я говорю не случайно в этом контексте вера забрал в загробную жизнь а именно потому что по удивительному парадоксу до того не было веры в какое-то индивидуальное скажем так личное бессмертие мы неоднократно говорили и вы знаете что было у древних евреев вера в шоул что такое шоул переводе ветхого завета это слово передается как от от не следует это путать с позднейшими представлениями уже христианской эпохи но такими представлениями скажем фольклорными народными и так далее которые отражаются на каких-нибудь карикатурах и на художественных картинах где черти жарит грешников на сковородках нет что такое был шоул шоул это некое место в преисподних местах земли но что значит преисподних каких-то подземных пещерах где-то под поверхностью земли в глубине куда отправляются души что такое души в представлении тех людей души это что-то что осталось от человека когда его тело умерло и вот тело похоронили положили в могиле и что-то нечто какой-то вот тень человека ушла в иной мир вот в этот подземный мир где не жизнь потому что почему я называю это не жизнь потому что по представлениях многих современных верующих которые верят в бессмертие души это выглядит так вот мы живем здесь вот мы умерли перешли в иной мир и это называется жизнь после смерти то есть просто как бы следующий этап жизни мы жили уже здесь и вот теперь человек живет там для тех людей которых мы сейчас говорим людей эпохи ветхого завета это принципиально не жизнь потому что вот эти вот призраки человека ну говоря призрак я не имею ввиду призрака бродящего по нашему миру и вернувшегося обратно сюда а призрак именно ушедший туда вот это нечто оставшиеся от человека то что я назвал тенью они там не ведут какую-то жизнь там не происходит событий это некий такой знаете склад склад каких-то безжизненных существ несуществ но чего-то оставшегося от человека больше того по представлениям вот тому древнему представлению там нет бога но это в некоторых и псалмах читаем такой риторический вопрос как мертвые увидят бога восклицает псалмопевец имея ввиду что разумеется никак не увидят потому что это очень логично бог это жизнь а если кто-то не жив а умер то понятно что бога с ним нет потому что тот кто с богом жив а тот кто умер он значит не с богом интересно что такое же представление примерно было у языческих народов почему я говорю что это интересно потому что с одной стороны мы с вами должны понимать что бога бога откровенная вера вера народа божия и представление языческих народов это какие-то радикально различные системы мировосприятия мировоззрения духовности отношения к высшему не обязательно отношения друг другу потому что монотеисты они тоже идут из той же из той же из той же древней истории которая началась с грехопадения первых людей из каина с из вавилонской башни то есть там зараженность греховностью есть но когда уже открылась вера в единого бога очевидно что бог сообщает что-то принципиально новое то чего нет у язычников но почему же все таки представление о загробном мире схожи и с представлениями греков которые верят в аид и представлениями вавилонян вы понимаете что вавилон и израиль это диаметрально противоположные духовные системы не случайно вавилон везде в библии это противоположность народу божию противоположность церкви и вот с их представлениями тоже это схоже у вавилонян этот загробный мир назывался араллу я думаю схожи эти представления вот почему реальность созданного богом мира одна и например о том как мир устроен в материальном смысле вот земля вот свод свод небо над землей вот подземный мир вот окружающее море великое бездно об этом знали все народы знал не только библейский народ откуда они знали это уже вопрос второй но я думаю что тут было двоякое знание и какое-то собственное исследование наивно думать что древние люди это были такие дикари которые не видели дальше собственного носа у многих древних народов очень были развитые науки то есть это было и естественное исследование то что мы бы назвали научным но это было и знание сверхъестественное и то что народ божий узнавал это из откровения божие то что у нас теперь записано в библии а народы языческие могли узнавать это от богов и от духов не меняет того факта что представления об устройстве мира были очень схожи у всех древних народов но вот это самое представление о загробном мире оно тоже вполне перекликалось с темой устройства мира раз люди представляли загробный мир где-то под землей то это могло быть и у тех и у других но дальше вот идет некая развилка идет вилочка что за развилка дело в том что вот это пессимистическое представление о том что мертвый причем все и добрые злые как говорится и хорошие и плохие все идут вот в этот беспросветный темный сумрачный мир теней где нет жизни нет бога и нету никакой надежды вот для мира библейского было бы очень странно если бы бог этой надежды не дал потому что это вот некая такая вот изначальная вера скажем так изначальная то есть общая для всех людей исходящее из того положения которое мир и люди и человечество пришло в результате грехопадения да это так было но дальше вот эта развилка в чем заключается в том что вдруг в мире библейском среде народа божия в ветхозаветной церкви появляется некая надежда на что на то что эта ситуация может измениться как измениться ну давайте посмотрим по текстам писания псалом 138 взойду ли на небо ты там это обращение к богу сайду ли в шеол и там ты сказано в 138 псалме в 8 стихе то есть здесь говорится о том что оказывается в шеоле тоже может быть бог посмотрим дальше что еще мы встречаем в писании псалом 15 ты не оставишь души моей в преисподней и не дашь верному твоему увидеть тление вы помните что в евангелии это место из 15 псалма цитируется не дашь святому твоему увидеть тление тут святой именно в значении посвященный богу то есть верующий в бога человек как это не оставишь души моей в ааде а куда же душа пойдет пока непонятно пока есть только некий такой знаете вопрос и надежда но ответа пока нет давайте смотреть дальше следующий интересный текст на эту тему это псалом 72 вот я беру писание мы сейчас с вами откроем 72 псалом и его прочитаем я в новом переводе буду читать он достаточно немаленький мы же хотели почитать псалмы как добр к израилю бог добр к тем чьи сердца чисты а я чуть не оступился я едва не сбился с пути позавидовал наглецам видя как процветают злодеи как не знают они страданий и полных сил до самой смерти тяготы жизни их минуют и все муки людей не для них гордыня у них как и жерелья и насилие их наряд жиром заплыли глаза сердца переполнены похотью глумливо и злобно их речь спесиво полна угроз против неба своей пасти скалят язык шарит по всей земле и за ними идет мой народ пьет слова их как воду говорят они как бог узнает разве вышний может увидеть вот каков удел злодеев всегда они благоденствуют умножают богатство своем значит зря я был сердцем чист и в знак невинности омывал руки каждый день для меня был мукой было каждое утро горем если бы стал я так рассуждать то я предал бы племя сынов твоих я хотел понять почему все так трудно мне было с этим смириться пока не пришел в божий храм и там узнал я что ждет их в конце ты сделаешь скользким их путь уничтожишь их истребишь внезапно будет погибель их они сгинут конец их ужасен как исчезает сон когда проснешься так ты господь восстанешь и обратишь их в призрак когда душа моя терзалась и боль пронзала сердце то я был просто глуп был невеждой словно скот я был пред тобою я с тобою всегда и ты за руку держишь меня ты мудро меня направляешь и поведешь меня к славе на небе кто защитит меня и на земле раз ты со мною не пожелаю никого иного тело мое из душа истомились но бог для сердца моего твердыня он удел мой навеки кто от тебя удалился погибнет ты губишь всех кто тебе изменил я близок к богу и мне хорошо господь бог прибежище мне я возвещаю все деяния твои ну вот такой псалом пожалуйста и тут мы видим целый сюжет развитие этого сюжета получается что сперва человек автор этого псалма он говорит о своем умонастроении о том что он надеется на бога но потом он замечает что оказывается благоденствуют в этом мире нечестивые злодеи обогащаются имеют власть и так далее и так далее и даже у него возникает некий соблазн пойти по их стопам и начать рассуждать как они но этот соблазн улетает когда он приходит в храм вы знаете что храм это единственное место в иерусалиме в центре в столице народа божия дом божий вот именно туда в этот единственный бывший в ту эпоху в иерусалиме дом божий приходит псалмопевец и там он ощущает вот нечто новое его все сетование недоумение тает как снег под лучами солнца когда кипело сердце мое и терзалась душа моя я был в неведении без разумения и вдруг все становится по другому и теперь все стало по другому мир преобразился озаренный высшим знанием и небесной любовью бог не просто ответил но он явил себя этой скорбящей душе и отныне псалмопевец знает что бы ни случилось бог с ним я всегда с тобою ты держишь меня за правую руку ты руководишь меня советом твоим и в конце примешь меня в славу что значит эти слова примешь меня в славу ведь что такое слава это не значит как в современном языке быть знаменитым слава это сияющий орел бога явление бога своему творению и вот туда в самую близость бога рядом с ним при его сердце как любимый ученик на тайной вечере уповает попасть псалмопевец автор псалма вот такая еще одна надежда но как он себе это мыслит в чем воплотится эта вера как осуществится эта надежда народ божий знал что было два человека принятых вот в эту славу божию взятых в присутствие божия на небеса это энох древний праведник смотрите про него отдельную лекцию и это пророк Илья про него тоже есть лекция ссылка будет в описании про всех остальных непонятно но давайте посмотрим дальше какие еще священные тексты в слове божьем говорят о этой надежде на будущую жизнь сорок восьмой псалом опять берем с вами писание я всем советую обязательно иметь писание дома в бумажном виде не довольствуйтесь пожалуйста электронными текстами и по той причине что электронные тексты ненадежны представьте себе что отключаются ваши все устройства вы теряете электричество интернет и ничего нету а если даже не отключаются то в современном мире а тем более в будущем и даже ближайшем вполне возможно редактирование текстов дистанционно вы можете просто получить отредактированные не только художественные присвидения но в особенности слова итак вот я открыл сорок восьмой псалмон и прочтем его слушайте все народы внимайте жителей мира и простые и знатные и богатый и бедный мои уста возвестят вам мудрость мое сердце научит знанию мое ухо внимает притчам под звуки лиры пойму и насказания чего боятся мне в день беды вокруг коварство и зло вы кто надеется на силу свою и похваляется богатством своим человек не выкупит ближнего нет не купит у бога жизнь для него слишком уж дорог выкуп исчезает человек навсегда разве он не увидит могилы видишь мудрые умирают все равно что глупцы и невежды гибнут и оставляют чужим богатство свое могила теперь для них вечный дом таково их жилище во веки веков вот и нарекли они владения именами своими невдомек человеку что и в почете он обречен подобно животным таков их путь а как надежен он казался для них вот чем он кончится а как он нравился им как овец их загонят в шеол их пастухом будет смерть придет утро праведники одолеют их не останется от них и следа шеол станет жилищем им да спасет меня бог от шеола и да примет меня к себе не трепещи перед тем кто стал богачом когда слава его дома все возрастает умрет он с собою не возьмет ничего и не пойдет его слава за ним пусть величают его пока жив когда ты счастлив все хвалят тебя все равно он уйдет к отцам что не увидят света вовек не вдове не вдомек ему что и в почете он подобно животным обречен ну вот смотрите опять это эта же самая тема и с одной стороны этот мудрец автор признает что люди подобно животным идут навстречу смерти с другой стороны безусловными рабами смерти остаются лишь те кто отдалил себя от бога полагаясь только на тленное только на тварное такой человек неизбежно окажется постромленным а верные познавшие истинную мудрость будут вознесены бога чего бояться мне во дни бедствия когда окружит меня злобогонителей моих бог избавит жизнь мою из рук преисподней возьмет меня это 16 стих этого псалма вот это моление к богу чтобы он принял человека к себе пусть он примет меня к себе куда к себе как каким образом тут давайте вспомним что священные тексты это не просто человеческое творчество то есть это не просто некая надежда неких людей которую они выражают в тексте псалмы совершенно особенные стихотворные произведения с одной стороны да в них проявляется и творческий порыв и молитвенный порыв человека к богу но поскольку они являются частью слова божия то есть боговдохновенного писания микрофон грохнулся от моих экспрессивных жестов жестикуляции но поскольку они являются частью того что сам бог открывает человеку то эту надежду сам бог человеку и внушает боговдохновенный порыв автора этих текстов этих стихов молитвенных открывает ему что оказывается возможно то что бог принимает человека в загробном мире к себе и вот тут уже идет огромный разрыв с языческими представлениями потому что там боги про которых складываются мифы сказания легенды какие-то путешествия из этого мира в другой из того мира в этой и так далее и так далее все это является просто ложными и путающими человека сказками скажем так сказками в плохом смысле слова а здесь настоящее открытие истины настоящее открытие правды но пока что эта правда еще не открылась а только лишь слегка-слегка приоткрылась и в маленькую щелочку человек заглядывает вот на и видит эту тайну которая позже будет открыта во всей полноте и так людям в конце концов откроется нечто большее что же это давайте порассуждаем у древних греков в частности в философии Платона было такое представление что мир материальный это зло а вот дух в частности человеческая душа духовный мир это что-то хорошее что-то прекрасное и душа человека она ждет освобождения из уз вот этой темницы а тело называли темницей из которой надо освободиться и вот пойти в мир прекрасный мир свободы для слова Божия для Библии все не так Бог творит мир состоящий из материального из духовного и про весь мир он говорит в своем слове что мир хорош весьма и вот все что он сотворил хорошо весьма нету в писании нигде представления о том что материальное плохо а духовное это хорошо и тогда получается что сам по себе распад человека на душу отдельно которая идет в иные миры тело отдельно это уже зло плачу плачу и рудаю и когда помышляю смерть и вижу во гробе по образу Божию созданную нашу красоту безобразную и бесславную неимущую вида вы помните как на богослужении церковном поется такое древнее песнопение вот это ровно об этом о том что это скорбь это боль и дело не только в том что человек боится смерти ведь опять же многие древние мыслители пытались людей утешать и Пикур и ему подобные опять же греки о том что ну все равно мертвый ничего не чувствует поэтому не бойся смерти уйдешь и все твои скорби окончатся в человеке есть вот этот инстинкт жизни это не только биологический инстинкт самосохранения когда само наше тело вместе с душой не хочет уходить но и сам дух он противится этому он чувствует что здесь происходит что-то неправильное что-то катастрофическое потому что человек цельный это все и дух и душа и тело и тело это тоже наше это тоже я это не просто какая-то одежда которая взял сбросил и отбросил нет это то как бог меня задумал и то как он меня сотворил цельным и вот к чему я веду я веду к тому что людям далее на протяжении вот этих последних веков перед пришествием Христа открылась тайна воскресения то есть не жизни после смерти когда душа в какой-то форме переходит в мир иной и отправляется пускай даже не в шоула пускай она отправляется к богу но произойдет в некий момент истории воссоединение дух и тело воссоединяются и человек снова становится цельным живым воскресшим единым пред лицом божиим где и когда впервые людям приоткрылась эта тайна когда мы с вами говорили о пророке иезекииле о нем есть в специальной нашей лекции помните его видение кости поле полное мертвых костей и вот они восстают на них наращается плоть жилы кожа и вот в них входит дух от бога и они оживают можно сказать что это первое предвидение первый намек который был в древности уже тогда за несколько веков до этих событий но надо сказать что хотя там есть намек хотя там есть некое предвидение но в буквальном смысле слова все таки речь шла о воскресении народа вот народ повержен народ лежит как труп потому что уведен вавилонский плен но настанет время и народ оживет все таки речь не шла о индивидуальном воскресении непосредственном смысле слова в прямом смысле этого слова и были еще намеки у пророка оси например кроме иезекииля но это только намеки где же впервые возникает речь о воскресении в буквальном смысле слова текст который говорит об этом называется апокалипсис апокалипсис исаи что это такое слово апокалипсис означает с одной стороны в буквальном переводе с греческого откровения но в более так сказать конкретном смысле слова этим словом обозначают тексты где бог открывает нечто о будущем и о последних судьбах мира и вот вы знаете что есть в новом завете апокалипсис иоанна но он возник не на пустом месте он возник уже на базе существующей традиции и существования большого количества таких текстов часть из них вошли в писание и часть из них остались апокрифами то есть не были включены в священное писание сейчас же я говорю конкретно о нескольких главах книги пророка Исаии дело в том что и вы помните что мы об этом говорили что книга Исаии она составлена не одним автором она составлена из нескольких источников так называемые Исаии 1 Исаии Иерусалимской это с 1 по 39 главы с 40 главы это Исаия 2 Исаия который жил в Вавилонском плену но также библеисты говорят еще о других авторах чьи тексты туда были включены и один из авторов который относился к этой школе Исаии это автор глав с 24 по 27 именно вот эти 4 главы 24 25 26 27 они называются апокалипсисом Исаии в первую очередь в этих главах говорится о конечных судьбах мира как я и сказал так же как на эту тему говорят книги пророка Иоиля некоторые главы книги пророка Захарии Даниил одна из самых значимых книг библейских на эту тему потом книги Еноха вы знаете сейчас многие говорят о книгах Еноха и о том как важно то что там написано также были и другие писания межзаветного периода на эту тему и кумранские писания и другие но впервые именно у Исаии в этих главах 24 по 27 говорится о воскресении и возникает интересный вопрос когда же написаны эти главы библисты считают что это около четвертого века если считать что книга Даниила написана во втором веке вы видите что раньше гораздо раньше на 200 лет речь об этом в писании уже идет хотя это предположительная датировка и в точности невозможно сказать о какой о каком веке идет речь датировка приблизительная там есть интересное место когда пророк возвещает о падении города хаоса интересное выражение да кириат тогу по-еврейски это звучит вы помните что это слово тогу пустота оно из первой главы книги бытия там сказано что земля была безвидна и пуста в синодальном переводе тогу вавогу на иврите безвидна и пуста или пуста и пустынна мир был не обустроен мир был хаотичен бог создает мир но в мире возникает некий хаос и бог преодолевает этот хаос упорядочивая его приводя его к порядку задуманному им и вот здесь звучит Исайя 24.10 предсказание о том что бог победит город хаоса некое таинственное место которое никак не конкретизируется ну напрашивается мысль естественно не вавилон ли это потому что всюду в писании вавилон это синоним противящийся богу сил там даже где речь не идет буквально географическом вавилоне потому что вот это между речи месопотамия там где реки тигр и фрат там где сейчас происходят драматические события это буквальный исторический географический вавилон но скажем в откровении иоанна богослова вавилон слово обозначает рим то есть мы видим что вавилон с падением того древнего вавилона не умер он переходит с места на место и он может быть в риме старом в риме новом в риме третьем в четвертом риме там хоть в западной европе хоть в вашингтоне хоть он может быть не важно где он может быть всепланетарным важно что это сила олицетворяющая противление богу но не просто противление духовное а именно цивилизация находящаяся на нашей земле которая одержима вот этим служением силам зла в противоположность служению богу которому служит община верующих в этого единого бога община верующих царя мессию в христа ну вот у меня же нет задачи да как мы с вами уже говорили пересказывать вам весь священный текст читайте сами без чтения самостоятельного писания мы с вами в нашем изучении далеко не пройдем мое дело указать некие ключевые точки ключевые моменты смысла этих фрагментов хорошо дальше посмотрим что же там еще вот в этих главах там противопоставляется два мира вот этот самый мир основанный на насилии о котором я сказал Вавилон это языческие царства и с другой стороны некий идеальный Иерусалим не Иерусалим исторический конкретный потому что там тоже хватало грешников и измен Богу и язычество проникало в среду народа Божия и так далее но вот идеальный Иерусалим идеальный то есть олицетворение верующих в Бога людей а вот силы восстающие против Бога они также там отождествляются с этим хаосом и вот в тот день а день с большой буквы в наших переводах то есть день особого вмешательства Бога в историю в тот день паразит Господь мечом своим тяжким великим и мощным Левиафана змея прямо бегущего Левиафана змея извивающегося и умертвит чудовище морское это 27 глава первый стих и вот это гибель сынов хаоса и вот этого Левиафана будет означать конец этой эры противления Богу явится в этот мир то новое что еще раньше предвидел второй Исаия Исаия второй это станет венцом священной истории и переходом ее в царство Божие 25 глава 8 стих поглощена будет смерть навеки и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение народа своего по всей земле народа своего то есть истинно верующих в него он снимет поношение отрет слезы видите с чем это связано во первых с уничтожением смерти если смерть уничтожается то это означает возвращение к подлинной жизни это воскресение и Левиафан о котором мы упомянули кто это священный текст поясняет змей прямо бегущий змей извивающийся чудовище морское во первых напомню что в писании бездна это место обитания вот этого Левиафана моря часто говорится о море как о чем-то где живут темные силы но не надо это понимать как то море которое мы так любим чтобы полежать на пляже поплавать в нем ощутить вот красоту и удивительную гармонию божьего творения нет это вот какая-то та бездна которая находится где-то под шоолом под адскими безднами это та вода которая окружает наш мир но очевидно что если в будущем бог поразит и уничтожит силы зла то и все остальное творение будет очищено значит и то море станет тоже прекрасным чистым и светлым и ничем нам людям не угрожающим но однако вот этот образ морского чудовища в библии он схож с образом то крокодила но не имеется ввиду опять же тот крокодил что которую мы видим в зоопарке это обычное божье творение но не то подземный некий дракон динозавр и так далее и так далее и ассоциация разумеется у нас со змеем который как вы помните в эдамском саду соблазнял первых людей там ведь тоже это змей какой-то не совсем обычный он сперва на ножках ходил потому что только в наказание за совращение людей бог ему говорит что теперь ты будешь ползать на брюхе твоем очевидно раньше он не ползал раньше у него были ножки это опять же дракон значит фиксируем для себя что дракон библии символ сил зла поэтому когда скажем современная культура навязывает дети игрушки в виде дракончиков рисует драконы на разных предметов там потребление и так далее и так далее то это какая-то конечно культурная диверсия против людей когда раньше всюду были священные предметы а теперь изображение уродов драконов змеев и тому подобное не случайно вот в той мировой власти которая хочет захватить всю всю полноту власти на сегодня предчувствие что бог уже очень скоро ее паразит уничтожит и победит не случайно она так часто использует не только образы змея но и многое что что связано со змеем это не случайность а именно некая власть символа символы над этими людьми власть потому что мы я думаю не должны такое большое значение придавать символам можно любому символу дать разное значение так скажем если сатанисты используют пятиконечную звезду как свой символ в средневековье иной раз пятиконечная звезда могла обозначать или человека потому что это похоже да голова две руки две ноги либо даже становилась символом Христа потому что пять концов и пять ран у Христа на руках на ногах и на ребре то есть символам можно придавать разное значение но вот именно язычники именно люди служащие темным силам они на символах помешаны и на цифрах и на числах то есть для них они как бы делают идолов из символов из чисел и так далее поэтому нам важнее не самим обращать внимание на символы они могут быть теми или иными а смотреть когда они подсовывают свои символы и что они хотят этим сказать для чего нам нужно это знать я думаю для того чтобы понимать их замыслы и не поддаться на их уловки потому что мы под защитой Божией с одной стороны но с другой стороны мы и сами должны не плашать и иметь голову на плечах и разбираться в этих вопросах итак посмотрим что же дальше предсказывает это место Слово Божие темный мир после этой победы Божьей он уже не восстанет он найдет в этой последней битве свой окончательный конец 26 глава 14 стих мертвые мертвые жить не будут тени не воскреснут ибо ты покарал их и сразил их и истребил всякую память о них это о гибели сил зла а дальше что же ждет церковь верных господи ты приумножил народ приумножил народ во славу свою раздвинул ты границы земли в муках господи искали мы тебя взывали к тебе в утеснении словно женщина готовая родить стонущая в боли своей мы были пред лицом твоим господи ну и вот вы вспоминаете что сейчас вы вспоминаете что господь в своей прощальной беседе с учениками говорит что начало мук рождения вот в те последние моменты существования мира когда будет уже ну очень сложно как это называется великая скорбь это не просто некие бедствия страдания которые обрушились на мир нет это муки рождения но муки рождения к чему ведут потому что рождается ребенок и женщина уже не помнит скорби от радости потому что человек родился в мир как сказал Христос в этой беседе и вот так же и здесь то что здесь описаны некие бедствия это не что иное как родовые муки когда рождается вот этот новый прекрасный мир где Бог будет царить и вот является этот Божий мир и тогда далее пророк говорит о самом главном о победе над шеолом и о новом бессмертии 26 глава 19 стих оживут мертвецы твои восстанут оживут мертвые твои восстанут тела их пробудятся и возликуют лежащие в опрахе ибо твоя роса роса света и извергнет земля умерших умерших как извергнет вот оно воскресение вы видите те кто ушли в землю они явятся снова Бог вдохнет в них дух примерно по образу того как это сказано у эзекииля и они снова будут живы живы так чтобы уже не умирать это не временное воскресение воскресение вечное подобно тому как Христос воскрес и он больше не умирает он жив сейчас и он пребывает среди верующих в него и вот эта весть которая звучит у автора апокалипсиса Исаии вот эти главы о которых мы говорим она дальше будет развиваться развиваться в последующих текстах и в то же время на фоне этого есть еще одна тема и можно даже сказать что это не другая тема а эта тема тесно связанная это тема правды Божией в каком смысле правды Божией тема последнего суда потому что в человеке глубоко в душе живет жажда справедливости представление древних индусов о карме представление древних греков о немезиде богине справедливости или дико дико это тоже было понятие о справедливости и тому подобные вещи в сознании людей всех людей не только народа Божия и современный человек он часто верит в то что одни действия приводят к своим неизбежным результатам как некое возмездие наоборот награда за доброе дело они показывают вот это наше глубинную жажду осуществления справедливости в мире потому что человек он нестерпимо видеть торжество зла человек хочет чтобы зло было наказано а добро было вознаграждено и Бог обещает что это тоже будет в этом смысле те люди которые говорят что возмездия нету Бог это не тот кто наказывает и так далее так далее они как будто бы психологически вот идут против этого ощущения с другой стороны их тоже можно понять потому что они исходят эти люди те кто высказывают такие богословские мнения они исходят из-за представления о том что если Бог что-то сотворил то неужели он сотворил это для гибели я бы тут высказал вот какую гипотезу это относится к области тех самых антиномий 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 когда можно примирить два казалось бы противоположных утверждения вы помните все примеры таких богословских антиномий что Бог один но он в трех лицах что Христос он и Бог и человек причем обратите внимание не полу-Бог полу-человек это было бы понятно 50% на 50 он полностью Бог на 100% и полностью человек на 100% как это может быть непонятно но это так и тому подобные вещи или скажем еще другой пример приведу как Бог может все знать находясь в вечности а не во времени то есть он видит уже наше будущее и в то же время он предлагает перед нами некую свободу выбора когда говори избери тот путь или другой путь как он может предлагать если он знает заранее какой путь мы изберем но я думаю что это тоже та самая антиномия Бог настолько превосходит нас будучи существом безмерно более высокого уровня что нам это не совсем понятно как же может быть и то и другое а в нем очевидно это может сочетаться хотя мы не понимаем как это может сочетаться и вот то о чем я сейчас говорю тоже относится к этой области казалось бы противоречивых утверждений но антиномично когда истинно и то утверждение и другое утверждение как и именно повторю еще раз божественное возмездие злу и в то же время спасение Богом всего своего творения вот как это может быть либо зло карается наказывается и уничтожается либо Бог восстанавливает все это в богословском языке обозначается таким греческим словом апокатастосис оно впервые звучит уже в книге Деяния апостолов новозаветной там это слово есть в дальнейшем его разрабатывал такой древний богослов как Ориген из отцов церкви у святителя Григория Низского звучит эта тема и для многих современных богословов эта тема разрабатывается ну так вот если взять только лишь взгляд на восстановление всего как спасение злодеев маньяков сатанистов разного рода садистов и злодеев которые от которых стонет мир и погибают миллионы людей а также гибнут души то это будет какое-то колоссальное надругательство над вот этим представлением ощущением и жаждой справедливости и очевидно все таки что необходимо принимать во внимание и то о чем Библия говорит Бог через Библию говорит очень-очень много раз о том что справедливость восторжествует Бог накажет зло покарает его и уничтожит и в человеке живет эта жажда и эта жажда у нас не от мстительности нет это жажда у нас от самого Бога другое дело что он запрещает нам мстить он говорит что мы не должны отвечать злом на зло он говорит мне отмщение и я воздам азвоздам вы помните что Лев Толстой взял это эпиграфом к одному из своих произведений так вот не мы должны творить эту справедливость но Бог ее будет творить и где же в писании звучит эта весть о суде в нескольких местах во многих местах она звучит у пророка Иоиля это тоже та же самая эпоха около примерно четвертого века опять же датировка предположительно когда точно жил Иоиль неизвестно но скорее всего это та же эпоха о которой я сказал и вот в книге носящие его имя о самом этом пророке о его жизни об обстоятельствах его жизни ничего не сказано предполагают что он мог служить в храме как священник и вот что он говорит вторая глава Иоиля Иоиля трубите в рог на сионе и бейте тревогу на святой горе моей да трепещут все жители земли ибо приходит день господень мы сегодня уже говорили о том что день господень это образ обозначающий время момент день вмешательства Бога в историю когда он приходит и устанавливает свое царство да он уже близок день мрака и тьмы день сумрачный и облачный солнце превратится в тьму и луна в кровь прежде нежели наступит день господень великий и страшный вы помните что эти слова тоже цитируются в новом завете видимо пророчество Иоиля прозвучало на фоне какого-то нашествия реальной саранчи потому что в древнем мире это было часто налетало саранча гигантские полчища из сотен тысяч не знаю может быть и больше насекомых которые уничтожали посевы и потом просто оставалось пустое поле и люди страдали от голода и вот он уподобляет события последнего времени вот такому нашествию царанчи идет народ многочисленный и сильный какого еще не было от века перед ним была земля как сам сад эдемский а после него унылая пустыня ничто от него не спасется вид его как вид коней и скачут как всадники тут перекликается тема и саранчи и тема всадников вражеской конницы но мы помним что и в откровении Иоанна в Новом Завете тоже будет сравниваться последняя война с таким вот нашествием конницы похожей на саранчу губящая жизнь нашествия но при этом эти сатанинские силы вырвавшиеся на свободу они не сами по себе действуют а это грехи мира породили этот смерч это человеческая греховность приводит к этим событиям то есть всегда остается человеческая свобода и если люди покаются если вы покаетесь или если мы люди покаемся то наша судьба изменится да суды божии неизменны замысел божий будет исполняться но судьба того или иного человека будет меняться в его в зависимости от его взаимоотношений с богом если вы покаялись если вы обратились к богу к христу если вы искренне в него поверили то в этом ваше спасение и тогда ваша судьба ваша жизнь уже под защитой божией итак посмотрим что дальше говорит Иоиля она напоминает проповедь Иоанна крестителя который говорит ровно об этом о том о чем я сейчас говорил покайтесь ибо приблизилось царство божие во второй главе Иоиля посему и теперь изрек господь обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте плачи и сетованье рвите сердце свое а не одежды ваши и обратитесь к господу богу вашему плач и сетования это просьба о прощении своих грехов пост это такая древняя форма воздержание укрепляющая молитву человека что называлось словом пост это когда человек ничего не ест и возможно даже не пьет то есть вот человек с утра проснулся и он настолько весь день посвящает молитвы что маковые росинки у него во рту нет ничего не ест и только вот вечером он в жизни мог и принял пищу что от самого человека зависит чего ждать ему в день божий то есть смотрите день божий настает силы зла будут повержены но я еще раз повторяю что судьба каждого и каждый из нас зависит от нашего покаяния то есть не только о сожалении своих грехах это еще пол дела ну посожалел человек а что дальше то а спасение то где а спасение у него спасение в вере в бога вере самому христу и упование на него то есть надежда на него и вот если люди очнутся от этой духовной спячки то тогда бог утолит эту духовную жажду человека смотрите что дальше сказано у Иоиля не бойся земля радуйся и ликуй ибо господь совершит великое и вы сыны сиона то есть сыны народа божия это про всех нас говорится и вы сыны сиона радуйтесь и ликуйте о господи боге вашем ибо он даст вам учителя праведности вот видите это выражение учитель праведности оно звучит здесь у Иоиля оно не цитируется в новом завете но мы помним как христа называют словом учителя рабби это он тот кто не просто учит праведности но и принес на землю и дает людям свою истинную праведность тот день говорит уже другой пророк воды живые потекут из Иерусалима и господь будет царем над всею землею тот день господь будет един и имя его едино это книга пророка Захарий 14 глава несколько глав из книги пророка Захарий тоже говорят об этих последних временах их тоже можно отнести к ветхозаветным апокалипсисом возвращаясь к Иоилю давайте посмотрим как там он предсказывает такой момент как Бог открывается не только узкому кругу избранных потому что мы знаем что в эпоху Ветхого Завета Дух Святой говорил через пророков вы помните символ веры и в Духа Святаго мы веруем глаголовшего пророки то есть через пророков а он открывается всем верным и это тоже слова которые будут потом повторены в Новом Завете и после этого говорит Бог я и залью мой Дух на всякую плоть то есть не только на пророков не только на узкий круг избранных но на всех уверовавших и залью Дух Мой на всякую плоть и будут пророчествовать сыны ваши и дочери и старцы ваши узрят вещи и сны и юноши ваши увидят видения и даже на рабов ваших и на рабынь в те дни я и залью Дух Мой на всех людей и тогда спасется всякий кто призовет имя Господне и вот эти слова это такой апогей книги это небольшой книги пророка Иоиля и мы видим что это пророчество о Духе оно предсказывает явление силы потому что верующий это не просто кто-то стоящий в сторонке а Дух это в Писании не то что у греков как как некое бесплотное бытие Дух что-то легкое воздушное а тело это темница нет Дух Писаний это мощная животворящая приходящая от Бога сила сила чья сила Господня и вот этот Дух сойдет на учеников Иисусовых в день Пятидесятницы вы помните что на пятидесятый день после воскресения Христа из мертвых собрались верующие и молились вместе и на всех присутствующих не только на апостолов как будто апостолы это какой-то был бы узкий круг а остальные это так профаны масса миряне нет на всех учеников Иисусовых сходит Святой Дух и дает им свою силу и свои дары Я когда какое-то место хочу особенно внимательно посмотреть то я открываю программу цитаты из Библии и я там смотрю значит синодальный перевод с номерами Стронга то есть тут не дело в том что это именно синодальный перевод но я сравниваю и современный перевод и синодальный но в частности тут есть такая кнопочка номера Стронга это что такое это каждое слово отсыл дается оригинал этого слова ну в случае Ветхого Завета еврейский оригинал в случае Нового Завета соответственно греческий и и дается его словарное значение то есть у этого слова у каждого слова в словаре ну в любом словаре хоть в толковом словаре русского языка будет первое значение второе третье четвертое и так далее и вот из этого можно понять что в оригинале и понятно будет логика переводчика или переводчик перевел более точно или менее точно или вообще как-то произвольно перевел и вот скажем сравнив два хотя бы даже два а лучше там три перевода но и посмотрев в том числе и словарное значение слова мы можем понять глубже любое место и так если у нас этот город хаоса это двадцать четыре десять вот я открыл двадцать четвертую главу так разрушен опустевший город синодальный перевод все дома заперты нельзя войти опять видите вот этого оттенка смысла нету и в синодальном переводе тоже но в оригинале именно разрушен тогу тогу кириав да или кириад тогу разрушен город пустоты как многие местописания можно понимать можно разные находить оттенки смысла может быть действительно просто город опустошен какой город опять же надо смотреть из-за контекста а можно понять что город хаоса город пустоты потому что ну тогу место которое сыграло свою роль вот вернее занимает свое важное место в первой главе бытия и означает именно хаос такой вселенский хаос космический то есть неупорядоченное творение творение а вот книги иноха это что такое так значит смотрите книги иноха есть первая книга иноха есть вторая книга иноха и это тексты которые были созданы вот в эту так называемую опять же межзаветную эпоху то есть незадолго до рождества христова про самого иноха вы знаете что это был древний праведник который жил в допотопную эпоху про которого сказано что он ходил перед богом и бог взял его к себе но там нет никаких подробностей о его жизни вот неожиданно эти подробности о нем оказываются сообщенными вот в этих книгах иноха которые возникли незадолго до уже новозаветной эпохи ну есть предположение о том что эти предания они передавались из поколения в поколение и вот первая книга иноха это она наиболее знаменитая это также называется по-другому эфиопская книга иноха это один из таких самых значимых апокрифов ветхого завета словом апокриф это называется повторю потому что она на сегодняшний день не находится в составе библии у большинства христиан но дальше вот эта интересная информация в 18 веке смотрите как поздно по историческим меркам сколько уже времени существовало христианство и как уже давно устоялся канон то есть состав ветхого завета вдруг обнаружилось что у эфиопских христиан то есть у одной из древних ортодоксальных церквей эта книга входит состав ветхого завета входит и это наводит на некоторые размышления на какие на том что а почему бы нам тогда не считать что она одна из скажем так законных частей писания потому что вот я приведу такой пример по аналогии вот смотрите например среди христиан есть протестанты католики римокатолики православные древневосточные церкви и вот скажем протестанты они не признают как входящие в состав библии так называемые второканонические или неканонические книги это и премудрость соломона это значит и некоторые книги маковейские и некоторые другие библии вот а православные и римокатолики их признают входящими в состав библии то есть получается что это книги библейские но просто некоторые более уважают а некоторые менее уважают вот с книгой иноха вышла похожая ситуация то есть тот факт что у большинства христиан она не вошла в состав библии не может опровергнуть того факта что у каких-то христиан она вошла в состав библии и вдруг оказалось именно для нашего времени эта книга она оказалась актуальна для нашего времени потому что наше время стало временем открытий с чем связано огромное количество открытий в том числе каких-то тех явлений древности о которых раньше не говорилось или говорилось как о чем-то легендарном или малодостоверном или малоизвестном дело в том что отличие нашего времени что это не просто информационное общество это не просто а гипер информационное общество то есть если даже во времена нашей юности вот нашей с вами чтобы о чем-то узнать надо было найти книгу соответствующую если у нас дома случайно этой книги нет надо пойти в библиотеку В библиотеке найти эту книгу. А если в этой библиотеке книги нету, надо идти в специальную библиотеку, в историческую, в какую-нибудь государственную или в библиотеку иностранной литературы, найти эту книгу, причем надо знать, какую найти. И там уже, потратив на это кучу времени и так далее. В эпоху интернета оказывается, что самые недоступные книги, может быть, эта книга есть у пяти человек на всей Земле. Вдруг кто-то из них взял, ее оцифровал, выложил и все. И потенциально миллиард человек могут ее прочитать. И это значит, что информация о каких-то открытиях, скажем, исполинских останков людей, которые были гигантского роста, вдруг является для всех. И, по-первых, люди не доверяют, они говорят, ну что, много фейков, много выдумок, мало ли, может, это все на компьютере нарисовали. Потом, когда оказывается, что таких сообщений очень-очень много, и из них есть те, которым можно доверять, люди начинают прислушиваться к этой информации. И вдруг оказывается, что открывается книга Иноха, где сказано, что те исполины, о которых в свою очередь говорится и в Библии, в шестой главе книги Бытия, то есть в признаваемом всеми священном писании, то есть в Слове Божьем, и когда люди начинают соотносить одно с другим и с третьим, у них как бы складывается пазл, потому что ведь для нас-то Библия – это не просто памятник древней литературы, когда там сказано, что рождались исполины, то есть гигантские люди. Бог, если бы не хотел нам это сообщить, он бы нам этого не сообщал, но раз он это сообщил, и мы не знаем никаких подробностей, то у нас, естественно, возникает интерес, а что это за исполины, откуда они взялись, а что с ними случилось? И вдруг книга Иноха рассказывает об этом, то есть тот эпизод, о котором мы читаем в шестой главе книги Бытия, что сыны Божии стали брать в жены дочерей человеческих, и от них рождались вот эти гиганты, эти исполины, эти великаны, богатыри, разными словами их переводят в тексте. Книга Иноха рассказывает подробную историю, как это произошло и что из этого вышло, и что именно это стало причиной потопа. Вот так вот вкратце об этой книге. Ну, кроме нее существует вторая книга Иноха и третья, но они менее знаменитые и они менее значимые. А вот что касается вот этой, про которую я говорил, которая обнаружена была в Эфиопской Библии, ее копии, в частности, обнаружены среди кумранских рукописей, целых 25 свитков. Это очень немало. Кумранские рукописи – это рукописи древних писаний, которые нашли в пустыне близ Мертвого моря в 20 веке, в 40-х годах. Там были найдены пещеры, и там в горшках, в специальных таких глиняных кувшинах, множество-множество древних текстов, древних рукописей, которые там хранили есеи. Вот та община таких квазимонахов ветхозаветных, которые удалились от городов, удалились от общества, и там жили такими ограниченными общинами, считая себя сынами света, а весь этот погибающий мир обычных людей считались сынами тьмы, которые живут обыденной жизнью. А вот мы тут уединились, говорили они про себя, живем чистой святой жизнью, ожидаем мессию. И есть версия, что Иоанн Креститель, возможно, воспитывался в их среде, потому что в его речах найдены такие стилистические переклички с есейскими текстами. Кот мявчит, хочет, чтобы его гулять выпустили. Ты гулять хочешь? Мяу, говорит. Сейчас я ему открою. Дорогие друзья, работа моего канала невозможна без вашего участия. Если вам нравятся эти лекции, если вы хотите, чтобы они продолжались, я прошу вас поддержать меня. Прошу вас поддержать меня материально. Возможность сделать этого описана в описании к этому ролику. Смотрите в описании. Прошу вас также поставить лайк этому видео. Прошу вас подписаться. Традиционная просьба всех видеоблогеров поставить пресловутый колокольчик. Ну и, конечно, делитесь этим видео в соцсетях. А кто еще не подписался, те, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok